ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ БАСЕЙН КАМА И из тех, кто любит спорт и активную жизнь. Именно такая наша сегодняшняя героиня. Активная, спортивная и целеустремленная. У меня три собаки сейчас на данный момент. Старший бордер Коли ему восьмой год. Он оказался болезненным щенком. Все было очень сложно, врачи никак не могли понять, что это такое. Где-то к году уже это поняли, что это все-таки связано с пищей. Начали ему различные корма подбирать. Ну, это очень сложно все было. Но он уже, в принципе, был в достаточно стабильном состоянии. Мы начали заниматься. У нас как раз происходил чемпионат России по джилити в Перми. Мы пришли посмотреть, нам все это очень понравилось. Вообще, я хотела, чтобы у меня занимался сын старший. Ну, мальчикам вообще достаточно сложно заниматься джилити, потому что там нужно много терпения, чтобы воспитать собаку. Жизнь изменилась, конечно, очень сильно. В отпуск мы ездим только с собакой. Только на машине. Мы занимаемся джилити пять раз в неделю. Ну, при этом утром, вечером, когда есть время, я занимаюсь послушанием, трюками, ну, какой-то другой деятельностью. То есть постоянно собака работает. Какую дистанцию и с какой скоростью вообще вы проходите? Стандарты до 200 метров, до 22 препятствий, ну, 23 бывает, больше 5 метров в секунду скорости. Сейчас спорт становится все более профессиональным. Ну, я так понимаю, что у вас сейчас при жизни за городом есть возможность. Есть возможность, да. И вы даже построили площадку специальную для тренировок. И вы решили, что вам для спорта нужен еще один напарник. Привезли себе из Словении Фетча. Как лис воспринял появление новой собаки в доме? Легко ли это им удалось? Он очень расстроился, он со мной не разговаривал и не общался год. Да ладно? Да. Я открываю дверь, и он, а, это ты, и уходил под кровать. А папе детям радовался. Да, да. Он очень ревновал. На тренировках, на соревнованиях он работал, а в быту он не общался. Но прошло это, когда Фетч вырос. С Фетчем было гораздо проще. Он не такой обидчивый. То есть он более рабочий. Он очень исполнительный, да, да. Он, на самом деле, очень уверенный в себе собака, да. То есть он не боится людей. Две собаки одной породы абсолютно разные. Абсолютно разные, да. Собаки замечательные, очень умные, активные. Если собака не получает определенные нагрузки, что умственные, что физические, начинаются проблемы. Даже есть люди, которые говорят, все, мы не можем держать буртер-коли, заберите их обратно. Допустим, в Германии, прежде чем заводить собаку, владелец проходит определенные тесты. Когда появляется щенок, ему нужно обязательно ходить в щенячьи группы. И он должен сдать определенные нормативы. Если они нормативы не сдают, собаку забирают. У вас появилась еще и третья собака, причем очень редкой породы, венгерские муди. А мне хотелось собаку в ростовой категории поменьше. Мой выбор пал на муди. Это очень такие заводные, веселые собачки. Единственное, у них недостаток, они очень много лаят. В принципе, с этим недостатком можно справиться. Мы с ним в основном занимаемся послушанием, потому что проблема у Муди – это концентрация. Она увидела птичка, я хочу быть птичкой. Так, ты здесь, ладно, я буду с тобой. Так, там еще кто-то. Папа пришел. Они вообще мужа, детей слушают. Ну вот, допустим, фечь, он вообще не бегает ни с кем. Если лис, он может с кем-то общаться и побегать, отжилить, то фечь не побежит, в принципе. Вот вы мастер спорта по отжилите. Сколько лет вы занимались, чтобы получить вот это звание? Ну, мастера мы выполнили, когда занимались два года. Я на самом деле не представляю, как вы, спортсмены отжилите, добиваетесь такого отношения собак к себе, что они просто… Вот они под ноги не смотрят, они не видят, куда идут, по-моему. Они смотрят только на свою хозяйку. Насколько важно вот это взаимопонимание и как легко ли его найти? Нет, это очень сложно. У меня муж, допустим, говорит, я вот никогда не буду заниматься спортом с собакой, потому что там 50% зависит от собаки. Они совершенно легко считывают любые эмоции. Если человек напряжен, собака тоже будет напряжена. Я должна привести собаку в нужное настроение. То есть я должна себя саму держать именно в таких рамках, которые нужны на соревнованиях. Отжилите – это спорт, где можно выступать, ну, управляя на расстоянии собакой. Вот сейчас недавно прошел чемпионат мира по отжилите среди инвалидов. Все возможно. Я понимаю, что муж и дети, они ваши постоянные болельщики, форматы. Конечно, они очень помогают. То есть когда мы ездим на большие соревнования, на чемпионат Европы, они всегда со мной, мы едем всегда всей семьей. И там бывает так, что нужно помочь, привезти собаку, отвезти собаку, попоить там еще что-то. Дети меняются, то есть появляется некоторая ответственность. Где вообще занимаются спортсмены и уровни подготовки к чемпионату мира, к чемпионату Европы? В городе у нас отсутствуют элементарные площадки. Спасибо директору и руководителю комплекса фермы, что он нам предоставляет два раза в неделю заниматься там. Чемпионаты мира в основном проходят на искусственной траве. Для скоростной собаки очень важно покрытие. То есть к большим соревнованиям, да, нужно готовиться именно на таком же покрытии. У нас такое нет вообще. Но ведь на ферме тоже, я так понимаю, что там песок. Да, там песок и щепак. Но что нас спасает, что мы можем тренироваться зимой. Мечта, конечно, это закрытый манеж с искусственной травой. Но это выкупить землю в транспортной доступности, это просто нереально для нас. У нас соседние города, они уже имеют манежи с искусственной травой. Естественно, результаты у них будут лучше, чем у нас. Вы сейчас отобрались на чемпионат мира на Сфече, да? Где будет проходить чемпионат мира? В Испании. У нас очень сильная сборная Пермского края. А сейчас на чемпионат мира ФЦИ, ну, чуть меньше, чем половина сборной, это Пермский край. Вот вы такая правильная, спортивная, дисциплинированная, целеустремленная. Вы вообще как-то их балуете? Когда у нас хорошее настроение, или когда мы что-нибудь выиграли, мы печем пирог. Да, все. И они получают свои кусочки. Так. Случается, что спорт с собакой настолько увлекает, что сложно понять, кто из участников получает больше удовольствия – хозяин или собака. И это все новости из жизни домашних животных на сегодня. Ну, и помните, конечно, если друзья и знакомые говорят о ваших питомцах, чтоб я так жил, значит, вы настоящий и любящий хозяин. Маму прославишь? Ну, как? Да. Обязательно. Прекрасный, говорящий, будущий чемпион. ФЕЧ, а ты лапу даешь? Пожалуйста. Спасибо. Пять метров в секунду – это сильно, ФЕЧ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова